Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Прямо сейчас, пока мы говорим, разворачивается один из самых необычных моментов в истории социальных сетей. И он начался, когда Илон Маск взял под свой контроль Твиттер. Когда он купил компанию, он пообещал раскрыть ее коррумпированность, степень, в которой Твиттер занимался политической цензурой. В том числе незаконной цензурой американских граждан по указанию правительства США. Что ж, сегодня Маск начал выполнять свое обещание. Твиттер поделился множеством внутренних документов с Мэттом Таиби и Сабстек. Эти документы опять же появляются в данный момент, и то, что они уже доказали, очень серьезно. Эти документы свидетельствуют о систематическом нарушении первой поправки, крупнейшем нарушении в современной истории. Эти документы, помимо всего прочего, показывают, что чиновники из ДНС организовывали цензуру в Твиттере перед выборами 2020 года. 24 октября 2020 года один из работников Твиттера написал, что получил дополнительное сообщение от ДНС. Таким образом, ДНС говорил Твиттеру, что делать, и Твиттер подчинялся. На следующее утро, чтобы доказать это, Твиттер официально подтвердил, что нужные посты были удалены. «Я убрал первый», — написал сотрудник Твиттера. Твиттер также следовал инструкциям непосредственно из штаба Байдена в последние дни президентской кампании. Один из документов доказывает, что официальные лица из команды Байдена регулярно давали Твиттеру указания удалять посты, которые его порочили. «Еще на проверку от команды Байдена», — говорится в письме сотрудника Твиттера всего за несколько дней до выборов. В этом письме был список из нескольких аккаунтов, которые критиковали Джо Байдена. Ответ, цитата, «сделано. Мы проверили». Эти учетные записи остаются заблокированными до сих пор. Итак, Твиттер постоянно подвергал пользователей цензуре по запросу ДНС и команды Байдена. Это новое. Многие подозревали, теперь это подтверждено внутренними документами. И, конечно же, аккаунт Нью-Йорк-Пост был забанен. Почему? Потому что у них была история, которая могла изменить исход выборов, и Твиттер это прекрасно знал. У них была точная информация о ноутбуке Хантера Байдена. Доклад прямо указывал на участие Джо Байдена и его семьи в продолжающейся афере по злоупотреблению положением в качестве государственного чиновника и работе в интересах Китая и Украины. Эта продолжающаяся афера, которая длилась годами, принесла семье Байдена миллионы долларов. Десять процентов, как вы знаете, были зарезервированы для Джо Байдена. Итак, эта информация могла изменить исход выборов, и именно поэтому Твиттер запретил своим пользователям читать ее. Твиттер зашел так далеко, что запретил своим пользователям в частном порядке делиться историей Нью-Йорк-Пост. Любому, кто пытался поделиться историей о ноутбуке Хантера Байдена, говорили, что это небезопасно. К этой мере, запрещающей пользователям обмениваться информацией в частном порядке, Твиттер при обычных обстоятельствах прибегает только в самых крайних случаях. Например, для прекращения передачи детской порнографии. Но в этом случае была использована информация, которая могла снизить шансы Джо Байдена стать президентом. И они применили это даже к пресс-секретарю президента Келли Макинани. Таиби пишет, цитата, Решение было принято на самом высоком уровне, но без ведома генерального директора Джека Дорси. Ключевую роль при этом сыграла бывшая глава юридического и трастового отдела Виджая Гадде. Все подозрения теперь подтвердились. Публично Твиттер и его многочисленные союзники в СМИ заявили, что статья Нью-Йорк-Пост нарушила политику использования взломанных материалов. Но внутри Твиттера все понимали, что это всего лишь предлог. Этот ноутбук не был взломан и не было российского следа. Кстати, на данный момент в этой продолжающейся ветке от Мэтта Таиби нет никаких доказательств того, что Твиттер получил подтверждение от правительства США, что ноутбук был поддельным или из России. Они просто выдумали это. По словам Таиби, один чиновник признал, что взлом был предлогом, но через несколько часов почти все в Твиттере поняли, что это неправдоподобно, но ни у кого не хватило духу отменить решение. Сотрудник Твиттера Трентон Кеннеди написал, «Я пытаюсь понять политическое основание для пометки этой истории с ноутбуком как небезопасной». Бывший глава отдела доверия и безопасности Твиттера Йоэль Ротт объяснил, что им пришлось подвергнуть эту историю цензуре, чтобы Дональд Трамп не был переизбран президентом. Цитата. «Основанием является взломанный материал, хотя, как уже обсуждалось, это новая чрезвычайная ситуация, когда факты остаются неясными. Учитывая серьезные риски и уроки 2016-го, имеется в виду, что Трамп мог победить, мы прибегли к предупреждению и предотвращению распространения этого контента». Итак, в какой-то степени это разыгрывалось на публике, теперь мы знаем, что происходило в Твиттере. Но вся страна знала, что что-то подвергается цензуре. Многие люди не могли прочитать пост, но было широко известно, что Твиттер подверг его цензуре, как, кстати, и многие другие источники. В то время Твиттер получил сообщение от консультанта из Вашингтона, который провел неофициальный опрос членов Конгресса, демократов. Он отправил Твиттеру следующее сообщение. «Демократы в Конгрессе поддерживают цензуру». Мы цитируем. «Они не считают первую поправку абсолютом». Иными словами, действующие члены Конгресса поощряли цензуру, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Это незаконно. По сути, это фальсификация выборов. И прямое нападение на наш Биль о правах со стороны людей, поклявшихся его защищать. Надеемся, кто-то будет привлечен к ответственности. Вернемся к документам. В Твиттере другие, предположительно все, голосуют за демократов, но некоторые, более честные, продолжали задавать вопросы. Бывший вице-президент по глобальным коммуникациям Брэндон Борман спросил, можем ли мы честно заявить, что это часть политики? Другими словами, соответствует ли это правилам? Затем главный юрисконсульт Твиттера Джим Бейкер, бывший главный юрисконсульт ФБР, имеющий непосредственное отношение к интервью ФБР с Майклом Флинном, когда его жизнь была разрушена по политическим причинам, одобрил продолжение цензуры. Бывший сотрудник ФБР одобрил, цитата. «Осторожность оправдана», — сказал Бейкер. Будем надеяться, что скоро мы услышим господина Бейкера на слушаниях в Конгрессе. За все это время записи показывают, по крайней мере на данный момент, только один избранный чиновник во всей демократической партии, Ро Ханна из Кремниевой долины, демократ, вообще выразил какое-либо беспокойство. Итак, Ханна обратился к Виджая Гаде, и вот что он написал. «Похоже, это нарушение принципов первой поправки. Я говорю это как абсолютный сторонник Байдена». Но он получил взбучку от Виджая Гаде. Кстати, отдадим ему должное. Он тоже либерал, только, похоже, настоящий. Через несколько дней некто по имени Карл Саба из исследовательской фирмы NetChoice сообщил руководителям Твиттера, что демократы очень довольны. Они поддержали цензуру. И так, как мы уже сказали, эта цепочка, раскрывающая внутренние документы Твиттера в расшифровке с комментариями Мэтта Таиби, все еще продолжается. Она все еще течет, пока мы говорим. Мы сообщаем вам информацию по мере ее поступления. Но сейчас мы хотим поговорить с Мирандой Дивайн. Она редактор New York Post. Мы говорили с ней в то время, более двух лет назад, о блокировке истории. И сегодня она присоединяется к нам. Миранда, вы в самом центре истории. Что вы о ней думаете? Послушай, я думаю, мы видели много полезного. Это не то неопровержимое доказательство, на которое мы надеялись. Я думаю, Илон Маск удержал часть материала. И в частности, есть твит, в котором Мэтта Таиби говорит, что он не видел доказательств, что правоохранители предостерегли Твиттер от публикации нашей истории. Но это не совсем так. Я видела признание Йоля Ротта, бывшего главы отдела доверия и безопасности. Он встречался каждую неделю перед выборами с агентами ФБР и других ведомств. Они, в частности, предупредили о том, что они называют операцией по взлому и утечке потоки российской дезинформации. И на этих встречах Йоу и Ле Ротту сказали, что, по слухам, это связано с Хантером Байденом. Так что они делились информацией с крупными соцсетями. ФБР делилась. И это гарантировало, что через несколько часов после публикации нашей истории, за три недели до выборов, его подвергли цензуре. Сейчас мы узнаем немного больше, что в Твиттере было закрытое обсуждение. Довольно активный спор о том, было ли это нарушением первой поправки. Также интересно то, как мало в это был вовлечен Джек Дорси. Похоже, он был ослеплен людьми, которые находились у него в подчинении, которые были на стороне цензуры. И я думаю, мы должны отметить фигуру Джима Бейкера, главного юриста Твиттера, который сказал... Он сказал, осторожность оправдана. Когда это идет от вашего главного юриста, вы обратите на это внимание. Он бывший главный юрист-консульт ФБР. Лицо, вовлеченное в теорию о российском заговоре. Что интересно, применительно к этой истории, которая, как я уже сказал, разворачивается до сих пор, но Илон Маск объявил ранее, что публикация документов начнется в пять часов. Прошло уже более трех часов. И мы все еще не видели всего, что будет выложено. Он сказал, в последние минуты мы получаем некоторые факты. Насколько это вероятно, по-твоему? Считаешь ли ты, конечно? Наверняка он испытывает давление со стороны государственных органов, как и любой, кто пытается выложить всю информацию. Да, и давление должно быть огромным. Я помню, в среду он встречался с Тимом Куком из Эппл, который угрожал, хотя Илон Маск сейчас говорит, что он не угрожал, но он угрожал, так же, как Белый дом, что Твиттер будет стерт путем удаления приложения из магазинов Гугл и Эппл. И Илон Маск лично встретился с Тимом Куком на прогулке вокруг пруда у штаб-квартиры Эппл. И после этого сказал, что Эппл никогда не сделает этого, никогда не собирался делать этого. Очевидно, между ними имела место какая-то договоренность. И, возможно, Илон Маск дает нам урезанную или редактированную версию скрытых материалов, потому что я знаю от адвокатов, которые участвовали в допросе агента ФБР Элвиса Чена, что история имеет большую связь с социальными сетями. И руководство Твиттера, Йоэль Ротт, глава отдела доверия и безопасности, парень, отвечающий за модерацию, он признал, что во время одной из встреч всплыло имя Хантера Байдена. Итак, в то время, как Марк Цукерберг молчит, и в то время, как в этом потоке информации от Твиттера, 38 твитов или около того, пока нет ни одного упоминания Хантера Байдена. Но мы знаем, что ФБР упоминало его имя. Всплывет ли это в сообщениях от Илона Маска? Утаивает ли он что-нибудь? Или Фейсбук первым подверг Нью-Йорк пост цензуре, а Твиттер последовал его примеру? Я не знаю. Я подозреваю, что на Илона Маска оказали давление, и он удерживает часть информации. Да, еще тысячи страниц комиссии Уоррена до сих пор не раскрыты. Это в духе того, как работают подобные вещи в этой стране. Миранда Дивайн, большое спасибо. Был рад видеть. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.